привет мои хорошие сегодня 1 февраля мы едем 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 с мужем и сейчас заберем светочку светочка нас ждет мы поедем эфес старый античный городок эфес но там принципе и остались только развалины от города лакуна тун мой забыл наушники свои гитал не хочет возвращаться не хочет а вот вот мы поедем если посмотрим я давно хотела кстати находится эфес рядом с ширин джи ширин джи деревушка помните я ездила снимала находится это все рядом и заодно если успеем заедем в дом ну дом это так громко сказано храм наверно теркушка там и старенькая дева марии говорят последние годы своей жизни она прожила там сегодня у нас будет насыщенный день чувствую прекрасно настроение отлично и погода у нас супер сказать тепло тепло хорошо вот мой супруг серьезный парень за рулял ай трясет трясет вот эту дорогу я не люблю мы сейчас по дороге в эфес присели и я хотела вам заснять ну я любитель таких мест свет можно сюда сеть идем сюда возьми мою сумочку пожалуйста я любитель таких мест поэтому решила с вами поделиться смотрите здесь огромный сад не знаю правда что это за деревья горы сад мы сейчас чай попьем что-нибудь перекусим вот светик подошла здесь лучше а какой здесь воздух какая прелесть просто а муж мой где-то там машину моет на вот человек работает я честно говоря чем рестораны да какие-то вот сидишь с вилочкой с ножичком я вот такие вот места больше люблю мне нравится как воздух да 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 здесь один воздух чего стоит так поели мы здесь вкусные такие чудушки очень понравились а вот кстати еще одну нам готовят гёзли мешки очень вкусно было здесь у них хозяйство свое петушок нет это это вроде курица нет петух смотри это тоже петух оказывается черный да я первый раз вижу такую черную гребень и сам полностью черный а сад этой девочки персиковый мы спросили а вон еще один петух такой огромный ну и собака конечно же как же в хозяйстве без собаки там целый курятник у них по моему а какой здесь воздух замечательный наслаждение просто ну конечно же турецкий флаг без него никуда мы приехали в Сельчук это небольшой городок недалеко от которого находится античный город Эфес сейчас я вам пару минут поснимаю по городу вон там наверху смотрите плохо видно конечно но мы наверное сегодня не успеем туда попасть вон там по veux уже больы серьёзные . в принципе улицы такие же и во всех городах Турции просто меньше народу здесь Чайка чайка чайка. Вот что она мужская. Какой-то старый дом, посмотрите. Смотрите, да, она этого померан, померанец как растет. Да, красивое место. Там какой-то музей. Ну все, пока закрываюсь. Итак, мои хорошие, мы выехали с Эфеса, меня трясет, потому что мы едем быстро-быстро по дороге, хотим успеть в храм Девы Марии, потому что он максимум через час закрывается. Он находится недалеко от Эфеса, километра 4-5, по-моему, если не ошибаюсь. Надеюсь, мы успеем и что-нибудь для вас я там тоже засниму. Привет, мои хорошие. Наверное, думаете, вот опять она в постели и опять она в своем халате. Да, я в постели, я вторые сутки не стою. Чувствую себя, честно сказать, не очень хорошо. Представляете, у меня тоже бывают такие моменты, когда я чувствую себя плохо. Да, да, да. За мной ухаживает муж, все по дому делает супруг, за что ему огромное спасибо, он у меня умничка. Я ему весь мозг вынесла. Мне вставать нежелательно. Не знаю, сколько я еще так проваляюсь. Конечно, честно сказать, меня самой надоело это состояние. Постоянная слабость. Я встаю только по нужде, можно сказать. Утром умыться и потом сходить по нужде. Погода у нас сегодня, я смотрю за окном, солнышко не видно, но холода нет, потому что у меня окно открыто. Погода, в принципе, не холодная. За окном идут какие-то работы, я слышу шум крупных машин. Вот так вот, мои хорошие. Всем, кто пишет мне в личку, в инстаграм, очень много девочек пишут и спрашивают, как у меня дела, как я себя чувствую. Не знаю, они откуда, как они понимают, что я на самом деле себя не очень хорошо чувствую, я не могу это определить. И все у меня такие девочки, которые чувствуют. Спасибо вам огромное. Мне очень приятно, что вы интересуетесь моей жизнью, моим здоровьем. Это, ну, не может не радовать на самом деле. Вот. И так как я все время валяюсь, валяюсь, наверное, в видео. Понимаете, да, что лежа в кровати, видео снимать практически невозможно. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время каждый день не буду выходить в видео, но это ненадолго. Я надеюсь, ненадолго. Я надеюсь, я быстро приду в себя и продолжу снимать. Но у меня, знаете, как бывает, я могу пару дней проваляться, а один день себя прекрасно чувствовать. Поэтому сказать, что я вообще не буду снимать, я не могу. Вот не хочу быть вружкой в ваших глазах. Поэтому вот, когда я себя вот один день буду чувствовать прекрасно, я обязательно буду снимать, конечно же. Вот был один день такой, я себя чувствовала прям прекрасно, так все хорошо было. С утра встала под ручком, и мы поехали в Эфес. Вот после этой поездки в Эфес я лежу пластом. В прямом смысле этого слова лежу пластом. А вот, что еще вам сказать? Больше, в принципе, сказать-то делиться нечем. Жду супруга, он пошел в магазин за моими булочками, которые я ем. Ну, булочки, булочками сложно назвать, рогалики, бублики, наверное, скорее всего. Ачма называется в Турции. Я люблю его. Иногда вот бывает, не хочется покушать мне на эту Ачму. Пошел за ними в пекарню. Вот. Вот так вот, мои хорошие. Спасибо всем за теплые слова. Я все комментарии читаю. Когда я себя более-менее нормально ощущаю, я заглядываю, читаю ваши комментарии. Поэтому не удивляйтесь, что я как раньше не отвечаю, но не могу. Нет у меня физических сил нету отвечать. А не от того, что я зазналась там, как мне написали. что как у меня повысилось число подписчиков. Я зазналась, перестала отвечать. Что-то в этом роде. Нет, такого нет. Я вообще не такой человек. Просто так совпало, что число подписчиков возросло. И это именно тот момент, когда я себя не очень хорошо ощущаю. Ну, все, мои хорошие. Больше, в принципе, мне поделиться пока с вами нечем. Прекрасного настроения, позитива у меня нет, которым я сейчас, которым я обычно с вами делюсь. Позитив, в принципе, есть. Я всегда позитивно настроена. Но вот этого прекрасного ощущения нету. Настроение тоже у меня неплохое. Но вот чувствую я себя просто не очень хорошо. Вот, мои хорошие. Так что берегите себя, любите себя. Вы должны быть у себя на самом главном месте. В первую очередь вы. Знаете, почему я всегда говорю, что надо любить себя больше всех? Потому что если вы болеете, если вы не способны оказать помощь своим близким, от вас пользы нет. А так, когда вы себя берегли, вы здоровы, все у вас прекрасно, вы можете в любой момент оказать помощь и поддержку своим родным и близким. Поэтому я всегда говорю, берегите себя. Если мы не будем смотреть за своим здоровьем, а будем смотреть только за своими детьми и за родителями, в конце концов мы останемся им обузой. А вам это надо? Нет, не надо. Поэтому нужно смотреть в первую очередь за собой, чтобы всегда, всегда быть опорой и поддержкой для своих детей и родителей. Вот поэтому я говорю, что нужно любить себя. Так вот, мои хорошие, все, на этом закрываюсь. Я рассчитывала на минуту на две открыть телефон, но он уже, слышите, коты. У нас только февраль, они орут так, как будто март на дворе. Ладно, закрываюсь, мои хорошие. Пока-пока. Девочки, вот эти булочки, которые я говорила, очма, он не нашел, которые именно я хотела. Он взял очма с начинкой. Это с картошкой, по-моему, одна, другая с сыром. А я хотела именно без начинки. Вот мое сокровище, мне завтрак принесло. Это все, что я сейчас могу кушать. А вот остальное, честно сказать, мне дурно становится. Яичко мне сварил мое солнышко. Ну вот как не любить? Вот когда вот такие вот вещи делает для вас супруг, обязательно не забывайте его за это хвалить, благодарить. чтобы у него было желание и в следующий раз вам это все сделать. Все, мне приятного аппетита.